Сальве Клирити! Это последний завершающий ролик об истории римского государства. Это период поздней империи, Доминато, где власть императора считалась абсолютной и божественной, а всеобщая разруха, хаос и упадок привели к полной деградации европейской цивилизации на ближайшие несколько сотен лет. Эпоха Доминато начинается с прихода к власти императора Диоклетиана. При нем государство столкнулось с рядом проблем. Восстание в провинциях, самопровозглашенные императоры. Все это встречалось и раньше, однако сейчас ситуация требовала нестандартного подхода. Решение было в так называемой Тетрархии Четырехвластии. Старший Август — это сам император. Его слово — Высший Закон. У него в помощниках еще один Август, правая рука. Оба правителя усыновили выдающихся молодых людей, получивших титулы Цезарей, и женили их на своих родственницах. Вместо единой армии создавалось две новых. Одна — для борьбы с внешним врагом, а вторая — внутренняя, для подавления восстаний. Провинции делились на более мелкие. Следственно, вырос пюрократический аппарат. В это время христианство встало на путь стабильного роста влияния. Церковная организация шла параллельно государственной. А последователей, плативших подношения, стало настолько много, что все это стало угрожать языческой обожествленной власти императора. Поэтому христианский культ жестоко преследовался. После смерти Диоклетиана Тетрархия развалилась. Начались новые междоусобицы. К власти в 324 году пришел Константин, проведший множество важных реформ. Солид — новая монета империи. Солидный человек — значило человек богатый. Колонны, которых мы обсуждали в прошлой части, закрепощались на земле. Свободные крестьяне шли под покровительство магнатов для защиты от произвола чиновников. Отдавали им свои участки и пользовались ими на правах аренды. Варвары в армии теперь получали гражданство и могли стать высокими чиновниками. Военное и гражданское управление в империи было разделено во избежание новых гражданских войн. Градоуправитель теперь не мог командовать войском. Собственно, и император теперь звался Доминус, то есть господин, хозяин всего сущего на римской земле. Константин, в отличие от своего пришественника, видел в христианстве опору для своего правления, хотя и был язычником. Он освободил христианских высших чинов от налогов и позволил им богатеть, за что получил статус великого и святого. В то же время возникают ереси. В провинции Африка донатисты провозглашали, что христианство – это религия бедняков, за что были жестоко гонимы самими церковниками. В Египте арияне по-другому толковали теологические догматы. Иисус был, по их мнению, не богом, а посредником между богом и людьми. Разногласия среди христиан мешали власти Константина, и в 325 году он собрал Никейский собор, который осудил ереси и принял всеобщие догматы. Епископы Рима, Александрии и Антиохии получили статус патриархов, а первые два – еще и статусы папы. Столица к 330 году была перенесена в древнегреческий город Византий, находившийся на пересечении торговых путей, и названа Константинополем. Перед своей смертью в 337 году Константин и сам принял христианство. С варварами начинаются очень серьезные проблемы. Например, с визготами, которые вторглись на Балканы и разбили имперскую армию в бою. Усмирить их получилось только лишь дарованием им права поселиться на подконтрольных землях. Теперь это были готы-федераты. Они жили по своему обычаю, со своей религией, но на территории империи. Такой федератизм дал основу для появления будущих варварских королевств. В 395 году империя была окончательно поделена на восточную и западную. Различия между востоком и западом оказались слишком велики. На западе власть императора фактически оказалась уничтожена. На востоке же она была сильна. На западе образуется государство варваров. От рыночной экономики области империи переходили к натуральному хозяйству. Как следствие, города и ремесла приходили в упадок. Магнаты, не признающие власть Доминуса, имели свои укрепленные виллы замки и вооруженных слуг. Они заключали сепаратные договоры с варварами-федератами. Церковное землевладение также выпало из государственной организации. Налогов собедневшего населения не хватает на содержание огромного бюрократического аппарата и армии. Легионы на границе в своих поселениях состоят из варваров и в основном заняты ведением своего хозяйства, а не военной службой. Увод войск из Галлии и Британии для защиты Италии в 405-407 годах фактически означал покидание этих провинций. Столица Западной империи теперь была в Равенне, а Рим в 410 году оказался впервые за свою историю взят врагом и разграблен визготами вождя Лариха. В 418 году в Галлии возникает королевство визготов. Вандалы поселились в Африке, англосаксы в Британии. Когда в Рим вторглись гунны, в битве на каталанских полях в 451 году в римском войске уже не было римлян. Там были франки, бургунды, саксы, визготы. И в 476 году последний римский император, которого звали так же, как и первого царя Рима, Ромул, был свергнут своим охранником, варваром Адаакром, который основал в Италии собственное королевство. Римская империя пала, а с ней закончился и античный период истории европейской цивилизации. В своем развитии она откатилась назад, и о былых достижениях науки, экономики и искусства люди вспомнят лишь тысячу лет спустя, в эпоху Ренессанса. Всем большое спасибо за просмотр, особенно тем, кто ждал это видео целых три года. Поставьте свой царский лайк и подпишитесь на канал, если вы, конечно же, еще не подписаны.